Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Субтитры предоставил DimaTorzok Но, по словам врачей, есть продукты, которые очень полезны при COVID-19. Советы доктора Мурадина Узденова слушала Алла Качеева. А что касается питания человека, есть какие-то тоже рекомендации? Чем нужно питаться? Насчет питания. Я у себя тоже опубликовываю в своей странице инстаграма питание. И это питание тоже публикуют иностранные СМИ, и российские СМИ. В питании вот гранатовый сок, сок черноплотной рябины, куркумин, витамин Е, омега-3, пища с употреблением, большого количества черного перца. Все, что я перечислил, все они помогают легче переносить COVID. Вот насчет гранатового сока и сок черноплотной рябины, это исследование немецких ученых, они выявили, что они могут подавить 70% ковида. И вот такое питание, оно более способствует более легкому протеканию болезни. Замковый камень Карачая – один из известных историко-природных памятников республики. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем вам об истории его возникновения, о преданиях, связанных с этим камнем. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. У нас на Кавказе, в горах Карачая, где несется в тиснении Кубань Крахача, грудью в землю ушедший, столетия встречая, камень Карача там высится, сталью звуча. Место впадения реки Худес в Кубань особенное для каждого карачаевца. Здесь расположен замковый камень Карачая или Карчи. Этот объект имеет двойно равнозначное название, доставшееся нам от древних преданий. Память народа через века донесла сакральный смысл камня. Сегодня это природный исторический памятник, составляющий основу комплекса, построенного в 2009 году. Камень Карчи уже легенда. Это дань памяти историческому прошлому карачаевского народа. Легенда о Карчи мало кого может оставить равнодушным, ведь мужество, храбрость и мудрость ценились во все времена. Но, как известно, все мифы и легенды строятся на реальных фактах. Согласно преданию, впервые опубликованному краеведом и этнографом, соратником Петру Севича Григорием Петровым в 1879 году, Карча со своими соратниками устроился лагерем на этом самом месте, где Худес впадает в Кубань. Ночью пошел ливень, не бывало силы. В результате обвала к месту стоянки скатился огромный камень. Происшествие произвело смятение в лагере. А когда утром увидели, что все остались целы и невредимы, Карча и весь предводительствуемый им народ поклялись не оставлять избранное ими для поселения местности до тех пор, пока не разрушится роковой камень. Слово «Карчи» было незыблемо. Люди решили, сколько будет этот камень, столько будет и Карачай. Ученый-историк Рашид Хатуев скрупулезно исследовал эту тему. Он рассказал о том, как в 1872 году по решению углепромышленника и инженера из Таврополя Утякова взорвали скалу с этим валуном. Откол эта часть была очень большой. И в народе прошел слух. Если разрушили камень, пропадет и Карачай. В 1877 году некоторые хаджи, некоторые авторитеты сказали, все, на этом нам знак сверху дан, от самого Карачи шло это, нам здесь больше делать нечего, конец нашему народу близок, и давай переедем в Османскую империю. Ну, тогда власти быстро вмешались, зачинщиков поместили в других местах на территории нынешней Адыгеи, разместили, это удалось уладить. А вот от этого камня, несмотря на то, что там был взрыв, остался фрагмент, который сейчас он в форме, по словам литератора, в форме сердца расположен там. Примещательно, что не только камень связан с именем легендарного предводителя. Рядом была скала, из пород которой изготовляли порох, смешивая селитру и серу. И эти объекты называли «корчанок лупташлар» – пороховые ступы карчи. Говоря же о камне, до сих пор бытует мнение, что он является осколком метеорита. Геологи заинтересовались этим и отвезли образец в Москву, в Институт рудных месторождений РАН. Оказалось, что камень вулканического происхождения. Он из глубин земли был вырван, выброшен. А поскольку у подножия Эльбруса находится Хурзук, а одно время это была ледниковая территория, скорее всего, Петров в 879 году и был прав, что именно ледники из подножия Эльбруса по вершинам Уллу Хурзука, и притоков его, и все по всему ледники принесли эту трахитовую скалу, этот валун сюда. В 1912 году еще один кубанский краевед Николай Иванинков писал о том, что в основу своих строящихся домов карачаевцы ставят кусочки этого камня, а проходя мимо валуна, люди оставляют там деньги, одежду и продукты, доходя до этого места молят Всевышнего, чтобы путник, который сейчас покидает свою землю, вернулся живым и здоровым. Рашид Хатуев провел огромную работу, изучая феномен Карчей. Готовя книгу о нем, он пришел к выводу, что их было как минимум трое. Первый – собиратель общины в Единый народ после нашествия Тамерлана. Второй Карча появился позже навек. Он вступил в борьбу с местными феодалами. Стычки завершались миром. Третий известен под фамилией Тимирбулатов. Родовой квартал оттаул его потомков Карчаевых находится в Урзуке. Двое из героев носили эти имена в честь знаменитого предка. На сегодняшний день имеется около 20 названий, связанных с легендарным Карчой. Сам западный топоним в Лобинском ущелье. Затем в Архвизе, где по сей день имеется Карчакала – замок Карчи. Разумеется, и в Большом Карачаеве. А на месте нынешней моры был Карчакабак – Питер Карчи. Не просто по милости царя, а второе дыхание обрели в 1870-х годах, основали мору, они вернулись на землю своих предков. Дело в том, что дальше, чуть-чуть, там есть гора, которая сейчас называется на картах Людмила, там изначальное название Карчатубея. Вот в одном месте два топонима связаны с именем Карчей. Дальше идет, ну, с его именем связано Римгора или Бурунсат по-коричаевски. Дальше он перешел в другие притоки Терека. До Баксана он был на Малке, там с ним связывается. Дальше идет, ну, Баксан, понятное дело, там в Чагеме с него именем связано. И в Верхней Балкарии есть с ним связанные Карчадо, Карча, опять же, Карчадо-Рбун с его... Поэтому у меня неординарная личность была, потому что он не мог на таком огромном пространстве зафиксировать свое имя. Богатоисторическое прошлое карачаевцев без сомнения будет интересно гостям республики. Есть надежда, что земли Большого Карачая войдут в туристический маршрут, чтобы каждый желающий мог познакомиться с наследием народа. Шерифат Лепшукова, Мухаммед Ашубоков, Али Бустанов. Вместе Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Наш земляк Мурат Коготов вернулся из Москвы, где представил республику на этапе Кубка мира по джиу-джитсу с оглушительным успехом. Он поднимался на пьедестал почета четыре раза. В итоге у Мурата три золотые и одна бронзовая медали. О том, как прошел этот чемпионат и какие соревнования предстоят им в самое ближайшее время, в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажут сам чемпион и его тренер, президент клуба «Дикая дивизия» Азамат Кубанов. Доброе утро всем. Доброе утро, Азамат. Доброе утро, Мурат. Азамат, сразу обращаюсь к тебе. Хочу сказать о том, что какое-то время мы так активно сотрудничали, а потом как-то так получилось, что мы давно не виделись. И я очень рада видеть тебя у нас в гостях. Мурат был недавно, мы постоянно общаемся, потому что он активный участник всех соревнований за последнее время. И всегда он с победами. В этот раз, Мурат, ты превзошел сам себя. У тебя три золотые медали и одна бронзовая. То есть ты столько раз поднимался на пьедестал почета. У меня нет слов, это оглушительный успех. Просто поздравляю с этими победами на этапе Кубка мира по джиу-джитсу. Мне хочется узнать, конечно, о том, как все прошло. Даже не о том, как все организовано, как для тебя лично это все прошло. Как получилось, что ты в разных весовых категориях выступал? Почему столько медалей сразу? И вообще это было ожидаемо или нет? Спасибо большое за поздравление. Мы планировали также, ну, не три золотых, а все четыре забрать. Ну, получилось так, что мы три забрали. Вот Азамат Муратович, мой личный тренер, он меня конкретно готовил к этим соревнованиям. Потом у меня произошла травма. В связи с травмой, можно сказать, ну, не говоря даже, что я травмировал, тренировался. Естественно, Азамат Муратович не хотел, чтобы я нагрузки делал. Ну, в последние дни он узнал, что вот так поеду на чемпионат Кубка мира. Поддержал, задачу поставил, он мне уверенность. Да, сказал, все схватки выиграть своим приемом ахиловым ущемлением. Ну, к сожалению, из четырех, там, пяти схваток, три получилось выиграть этим приемом. Соревнования были очень крутые, более тысячи участников. Так много? Тысячи участников? Да, тысячи участников, там, разные возрастов. Получилось у меня, почему четыре медали, я боролся в двух разделах. Гея – это в кимоно, а ноги – это уже без кимоно, футболки, шортиках. Вот это уже, получается, два раздела. То есть форма одежды отличается? Да, форма одежды. Потом еще два, это уже, получается, тоже в ги и ноги, но абсолютная весовая категория. Там уже, независимо от веса, все чемпионы и призеры борются между собой, и там является абсолютный чемпион. Вот, в абсолютной весовой категории я стал первым и бронзовым. А в своих весах я выиграл золотые медали. А что самое сложное было? Какая схватка для тебя была сложная? Самая сложная схватка, конечно, это первая финальная схватка. Вот, когда я уже в финал вышел, надо было бороться за первое место, отстаивать честь клуба, за себя, за всех, как говорится. У тебя это, конечно, очень хорошо получилось. А как, травма не беспокоила? Или ты забыл на этот период, ты выключил? Не знаю, вот, Всевышний помог даже во всем этом. Я забыл, отключился, не думал вообще, что у меня была травма какая-то. Я просто думал, что я очень сильно подготовлен и уверенно должен выиграть все медали. Этот год был для тебя плодотворным и под занавес уходящего года. Вот такая победа, конечно, это безусловно успех. Я, конечно, хочу узнать, как у вас дела в вашем клубе обстоят, что нового, какие успехи, чем живете? Добрый день еще раз, спасибо большое. Много приятных лестных слов слышать от вас вдвойне приятно. Да, действительно, последние несколько лет были для нас очень плодотворными. Ребята показывают хороший результат. Это все связано, конечно же, с их самоотдачей, с их желанием. Дети приходят тренироваться с очень большим желанием, и они хотят стать чемпионами. Моя же задача взять их за руки и доводить до определенных высот, ступеней. Вот Мурат тому примером является и старшего поколения моих спортсменов, которые и своим личным опытом их тренируют, и им показывают. Часто делятся опытом своими излюбленными приемами. Они с большим восхищением смотрят на него последние соревнования. Так получилось, что мы разъехались, Мурат полетел в Москву, а мы поехали в Майкоп. Два разных турнира, они совпали, и малышей мне надо было везти в Майкоп. Но возвращаясь обратно, все дети буквально в прямом эфире сидели, смотрели сватки Мурата. Они за него болели, они даже забыли про свое выступление, потому что им было интересно. И каждое мгновение выкрикивали. Вот Мурат выиграл первую сватку, он выиграл буквально за секунд 20 своим приемом. Вторая сватка чуть поскромнее, чем Мурат, он все свои сватки выиграл досрочно. Но на сегодняшний день очень большая конкуренция в спорте. Очень большая конкуренция, а тем более турнир был очень конкурентоспособным, конкурентным был турнир. И выигрывать все схватки досрочно, то есть это говорит о высоком профессионализме. Ты меня поправил, что это даже круче, чем чемпионат России, да, этап кубка? Ясное дело. Очень престижный турнир. Турнир престижный на чемпионате России. Как мы и понимаем, спортсмены с России выступают. А здесь представители всего мира были. И тем более этап Кубка мира Москвы, он является одним из таких престижных. И люди любят прилетать сюда и бороться. Более тысячи участников говорит, естественно, само за себя. И выигрывать сватки все досрочно, то есть это не случайность, это уровень. И когда человек выигрывает одним приемом всех, это говорит о том, что он наголо выше всех. Поэтому гордимся таким выступлением. И дети это все видят, пытаются повторять на тренировках. Пример для подражания, конечно. Да, это так и есть. Азамат, вот я, бывает, у твоих коллег тоже спрашиваю, задаю этот вопрос. Вот ты человек, который очень давно этими видами спорта занимаешься, да? Один из самых первых, можно сказать, основоположников в нашей республике. Вот как ты объяснишь вот такой бешеный успех боев без правил, джиу-джитсу? С чем это связано сейчас? Очень такой интересный вопрос. Это связано с деньгами? Вот скажи, пожалуйста. С тем, что они думают, молодежь, что они смогут заработать потом? Не всегда. Не всегда. Просто это связано с тем, что смешанное единоборство, а давай сейчас назовем это одним таким сленгом, наверное, одним названием. Это ММА, смешанное единоборство, плюс спортивная борьба, это джиу-джитсу, грейплинг, эти виды спорта. Они сейчас очень популярны в мире. Они стали очень популярными в мире, то есть такие коммерческие организации, Ultimate Fighting Championship, UFC мы это называем. Дети смотрят, как выступают наши спортсмены именитые, и они пытаются тоже им подражать. И тем самым данный вид спорта становится очень популярным. Да, вы правильно отметили, что этот вид спорта может даже стать таким очень хорошим способом для того, чтобы подняться в материальном плане, зарабатывать. Но опять же, это будет зависеть от уровня спортсмена. По джиу-джитсу, по виду спорта, по которому выступает Мурат, в конце декабря в Москве состоится самое серьезное, в году, наверное, мероприятие. Ну, может, одно из самых серьезных. Это итоговый чемпионат мира. Это уже чемпионат мира. Там, естественно, будут денежные призы. Вот с такой копилкой Мурат, если оттуда вернется, я думаю, он заработает неплохо. А там уже в долларах это все будет. Поэтому будем желать Мурату как можно больше медали завоевать и таких же денежных призов. Так он уже и туда собирается? Конечно. И Мурат туда собирается. Я сам туда собираюсь. И половина нашего зала, мы собираемся туда полететь, выступить. Вот. А какого-то отбора там не будет? А мы все прошли отбор уже туда. Вот. И поэтому, если мы без травм подойдем, вот у Мурата очень сильно спина беспокоит. Ну, хотя на этот турнир он, можно сказать, втихаря готовился. Я его, можно сказать, почти списал на месте. Думали о его лечении, составляли план лечения, уколы, таблетки. А он тут уже буквально за несколько дней говорит, может, я полечу, поборюсь. Но настрой я вижу хороший. Поэтому препятствовать мы не можем. Это мужской характер. Это характер чемпиона. Как говорится, кто мужчина рожден, тот рожден побеждать. В общем, у вас сейчас предстоят вот эти соревнования, да, в конце декабря? Чемпионат мира 28-е, нет, 26-е, 30-е декабря в Москве пройдет чемпионат мира по джиу-джицу. Ну, я думаю, что на этой ноте мы можем заканчивать. Я желаю вам, конечно, не три медали, а 30. Я верю в вас, в ваш успех. Желаю вашему клаву процветания и новых побед. Спасибо. Приходите к нам. Сегодня в общественной приемной партии «Единая Россия» с 10 до 17 часов состоится дистанционно прием граждан по вопросам дошкольного и школьного образования. Обращения жителей будут рассмотрены совместно со специалистами Министерства образования и науки Республики по телефону 20 12 12. Сегодня Международный день художника. День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник для всех любителей прекрасного. Профессии художника тысячи лет. Еще древние люди создавали картины на скальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фреска и мозаика. Во время эпохи Возрождения развивался портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня. Карачаева-Черкесия славится своими заслуженными художниками. Которые в своих работах рассказывают и показывают всю красоту родного края. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня. До встречи. 10 декабря в 17.15 в прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24», «Радио России» и «КЧР-ФМ». Глава Карачаева-Черкесии ответит на вопросы жителей республики. Вы можете задать свой вопрос Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 222 44. Также присылайте свои видеообращения через WhatsApp по номеру 8 918 710 99 90. Итак, 10 декабря в 17.15 задайте свой вопрос главе республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова